Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас будет обзор вот такой вот прекрасной зарядной станции от фирмы Блаэти. Сейчас как никогда актуальная тема зарядных станций, генераторов, короче, альтернативных источников питания для всех украинцев. Ну уже, конечно, не только для украинцев, к счастью. Поэтому вопрос, я думаю, что в конце осени, зимой и в начале весны будет стоять очень остро с вот такими вот источниками питаниями альтернативными для того, чтобы продолжать работу, да и для некоторых просто продолжать как бы адекватную нормальную жизнь. Так как некоторые зарядные станции могут даже до нескольких часов обеспечивать работу как холодильников, да, для того, чтобы у вас продукты просто не испортились во время веерных отключений или экстренных отключений из-за обстрелов украинской энергетики. Также можно им запитать котлы для обогревания, то есть это тоже подходит. И зарядная станция, которую мы будем сегодня с вами смотреть, как раз для этих целей подходит. Она работает на, хотя здесь и написано, что на литий-ионных аккумуляторах, вот написано, лизиум-ион, но это не так. Здесь литий-железно-фосфатный аккумулятор, и это тоже стало одним из приоритетов моего выбора по покупке и моей подготовке, собственно, к зиме 2024-2025. Ну что ж, в этом обзоре мы просто сделаем обычную распаковку, посмотрим ее технические характеристики и дальше проведем несколько тестов на примере моего дома и того, что конкретно мне нужно будет в условиях отключений. Также, естественно, для мирных стран, где никаких воин нету, эта станция подойдет для любителей активного образа жизни, для любителей кемпинга, для любителей, то есть выехать на природу и взять с собой все любимые гаджеты, чтобы не чувствовать какой-то дискомфорт или у кого-то может работа зависит от работы гаджетов, то есть там кто-то что-то там набирает для ноутбуков, для компьютеров, там, ну и просто удобно. Можно, там, девушкам, женщинам подключить тот же пен для волос, просушить волос, да, там, подключить ноутбук сюда можно, подключить даже электрочайник, сделать себе кипяток нагреть, подключать микроволновки сюда, миниатюрные холодильники, ну, большой холодильник он тоже поддерживает, но там до четырех часов, насколько я слышал, но этого тоже достаточно будет в условиях кемпинга. Ну что, погнали посмотрим, вот такая вот у нас коробочка, я вам покручу со всех сторон, что мы здесь видим. Вот у нас примерная таблица и некоторые электрические приборы и примерное время, насколько их хватает. Вот здесь электрический шуруповёрк у нас не 100 ваттный, 84 минуты хватит полного заряда. Кондиционер можно подключить, 77 минут, ну, это усреднённые, естественно, показания, но это может быть время меньше, а может быть больше, в зависимости от потребления и от интенсивности работы вашего кондиционера. Здесь есть микрохвылевая печь, ну, то есть, печка, боже, забыл, как она русла, он будет. Короче, микрохвылевая печь, украинцы меня поняли, 59 минут, это тоже примерно, естественно. Это какой-то нагреватель, который жрёт 1800 ватт. Ну, нужно понимать, что все электроприборы, в которых есть нагреватель, это, например, стиральная машинка или та же микрохвылевая печь, или обогреватель, да, какой-то хотя бы колорифер, эти все элементы, в которых есть нагреватель, они кушают больше всего электроэнергии и больше всего потребляют ватт. То есть, почти на каждом приборе электро, сзади, на упаковке где-нибудь, или стерики, в некоторых, написана его номинальная мощность в ваттах. Например, чайник, это полтора-полторы-две тысячи ватт. Вот, примерная табличка, да, кофе, машину можно подключить, можно подключить какой-то воздушный компрессор. Так, подручили станцию, всё, сейчас будем делать распаковочку, и потом перейдём к тестам, погнали. Чем мне, друзья, ещё нравится это, тем, что эту зарядную станцию можно использовать как жирло бесперебойного жилая, то есть источник бесперебойного питания. И просто-напросто я использую по старинке ещё компьютер, и если отключается электричество, допустим, да, и я делаю какой-то проект у себя, то у меня все данные теряются, в основном, да, если, ну, уже, наверное, украинцы с таким сталкиваются, что вы работаете, вырубают свет, и ваша работа на компьютере просто на смартфон идёт, да, то с этим устройством у вас всё будет хорошо. То есть вы его включаете в розетку, а свой компьютер включаете в него. И таким образом при отключении экстренном у вас компьютер продолжает работать, и вы успеваете или доделать работу, или просто сохранить данные и выключить компьютер. Так, что мы здесь видим? Сверху у нас была гарантия, уже много есть обзоров, и мой обзор, я думаю, что вам инструкция особо не понадобится. Так, следующее, у нас какая-то, вот такая вот есть коробочка небольшая. Я подождеваю, что тут здесь? Кабеля, да. Здесь у нас идет Zip-пакет, я сейчас мы с вами встанем. Стандартный сетевой кабель, такой же, как и на компьютерах, такой же, как на большинстве на воздухах. Кабель питания для обычной сети 220 вольт. Дальше у нас идет кабель от прикуривателя автомобиля, а эту зарядную станцию можно заряжать также от включенного автомобиля, у себя просто вот прикуриватель вставляете, и этим концом в зарядную станцию. Сейчас я покажу, в какой именно разделе. Это у нас для солнечных панелей, здесь есть разные входы, потому что разные солнечные панели имеют разные выходы. Вот. То есть эту зарядную станцию можно заряжать тремя разными способами. От солнечной панели, от прикуривателя автомобиля, и от обычной розетки 220 вольт. Также еще говорят, что можно ее заряжать от генератора. Ну, я не проверял. Ну, написано, что можно. Идем дальше. Дальше у нас самое интересное, это наша зарядная станция. Она весит целых... Ну, я не помню, сколько она точно весит, но примерно она весит там под 20 килограмм. Килограмм 18 она весит, я думаю. Вот наша красавица. Открываем ее. Сверху у нас встречает обозначение, что у нас здесь есть беспроводная зарядка 15 ватт. То есть вы сверху на нее просто можете телефон без чехла, который поддерживает беспроводную зарядку, вот так ложить, и он будет заряжаться. Даже никакие кабеля не трогать. Это тоже очень удобно. У нее есть здесь две ручки. То есть одному, в принципе, бывает тяжеловато, особенно если это девушка, женщина, одной тяжело носить. Вдвоем можно. Одна взяла за одну ручку, другая за другую. И вот так можно его переносить. Потому что, опять-таки, говорю, вещь увесистая из-за того, что тяжелые аккумуляторы. Тяжелые, достойные аккумуляторы. Итак, вот она наша зарядная станция. Сейчас я ее покручу. О, она-то особо и не крутится. Что тоже очень хорошо, из-за того, что она устойчивая. И одной столб. Это вентилятор, который охлаждает внутренне сетей компонентов. Сзади мы видим тоже технические характеристики. Input Out, то есть она предназначена для сетей 220-230 вольт, 50-60 герц. 10 ампер максимум она пишет в потреблении. Или 500 ватт, вот здесь написано. Или амперов, или ватт. И также есть у нас выходные напряжения. 230 вольт она дает, 50-60 герц, 1800 ватт она дает максимум по току. То есть если у вас будет прибор на 2000 ватт, она будет уходить в защиту или выключаться. Но здесь есть такой режим, который включается, кстати, при помощи мобильного телефона. Есть приложение, приложение блюэти, которое по блютусу соединяется с вашей зарядной станцией. И там есть определенные классные фичи. Есть такая штука как power lift, но я похожа об этом. Она позволяет включать приборы, которые даже превышают номинальную мощность, выдаваемую этой зарядной станции. То есть 1800 ватт и ее емкость 1440 ватт-часов, чтобы вы понимали. То есть это такой именно домашний монстр, домашняя атомная станция, можно сказать, миниатюрная. Дальше, по USB она дает 5 вольт, 3 ампера. То есть это быстрая зарядка. Можно очень быстро заряжать свои телефоны. Ну точно так же, как и от обычной розетки. 15 ватт, две штуки. USB Type-C есть прямо. То есть можно даже не через розетку заряжать, да, не через USB, а прямо Type-C. Это современный уже, современный формат подключения мобильных телефонов. Там разных гаджетов, некоторых ноутбуков. Так, ну что, а, с этой стороны, кстати, тоже есть кулер. Дистанция может быть достаточно шумная. Пока что не знаю, что это предстоит проверить. Итак, что мы видим здесь у нас на передней панели. У нас здесь две розетки. Здесь мы имеем три кнопочки. Вот это у нас подключение как раз-таки от прикуривателя. Вот оно. Вот. Это заряжание нашей зарядной станции. От прикуривателя, от автомобиля. Вот так вот вставляем. Правда, он достаточно коротенький. Вот есть такой нюанс. То есть вам придется за вашу зарядную станцию ввести в ваш автомобиль, чтобы зарядить. Дальше. У нас здесь есть вход от солнечных панелей. Для меня это самая актуальная будет тема во время возможных, но скорее всего реализуемых экстренных отключений этой зимой в Украине. То есть я дополнительно, ее нет в комплекте. Дополнительно буду докупать себе солнечную панель. И таким вот образом будет выставлять один концом сюда. А это будет подключаться к вашей солнечной панели, которая будет днем заряжать вашу зарядную станцию. Ну и самый простой способ зарядки у нас... А куда же он у нас здесь идет? Обычный вот 220 вольт сейчас еще. Это у нас выход 12-ти вольтовый 10 ампер. Такой же как прикуривателя, да? Да, вот он. Такой вот он этот выход. В принципе, хватает устройств, которые работают по типу автомобильного прикуривателя. Так, ну я ищу, куда у нас заряжает... Вот у нас заряжает само устройство от... Вот разведка. Когда первый раз видишь устройство, то можешь чего-то не знать. Вот у нас AC input. Вот сбоку у нас. Вот сюда у нас вставляется наша стандартная зарядочка. То есть посидели, погрустили при отключении. Вдруг видите, что включился свет. Бежите, быстро вставляете одним концом в розетку вашу стандартную, а вторым концом в вашу зарядную станцию и начинается заряд. И, что очень важно, эта зарядная станция за час заряжается до 80%. А за два часа за 100%. Или за полтора, или за два. Чуть-чуть-чуть подзабыл. Но для меня это было очень важно, что за час она заряжается на 80%. Это очень важно. Причем параллельно вы можете заряжать как от сети 220 вольт, да? От общей сети, которая подается от атомных станций у нас. Также можете параллельно заряжать, делать зарядку от солнечной панели. Или от прикуривателя автомобиля. Но это не сильно актуально, сами все понимаете. Так, в общем, про это рассказал. Здесь у нас запобежник. Боже, забыл, как на русском. Я уже просто, ну, я от русского отвыкаю потихоньку, поэтому и выняйте мне. Это предохранитель. То есть, если у вас напряжение в сети подскакивает выше 230 вольт, а такое все, кстати, в некоторых в Украине бывает, из-за этого ломаются очень много приборов электрических, в которых нет вот этих движников, вот, то он просто отстреливает. Через какое-то время его можно обратно вставить назад, и уже, ну, когда напряжение стабилизируется, да, вы можете, в принципе, отдельно каким-то тестером его проверять. Отдельно его засовываете, и он работает дальше. Вот это вот беленькое, это заземление наше. У нас в Украине это пока что слабо развито, но в современных домах у нас уже есть заземление. В новостроях, в некоторых, я не знаю, во всех или нет, но, в общем, в старых домах, и в сельских, и тоже в моем дачном доме такого нету заземления. Но это, на самом деле, очень важная вещь. Она идет у нас на вот эти вот боковые контакты. Вот, в любой розетке они, в принципе, в современной есть. Заземление нужно для того, чтобы, если в вашем электричественном приборе, например, в бойлере, пробьет электричество на вашу воду во время, когда вы купаетесь, если этого заземления не будет, то это для вас будет фатально. Поэтому это, на самом деле, важная вещь. Я не знаю, почему все эти Советские Союзы и послесоветские страны просто отвергали эту функцию безопасности. Ну, я же говорю, она только начинает набирать обороты, и она, на самом деле, важна. Ну, умные люди, опять-таки, в примере с бойлером, да, одновременно не купаются при вставленной нашей вилке бойлера в розетках. То есть вы нагрели воду и должны выключать, когда купаете, для того, чтобы вас просто не убило, из-за того, что нет вот этого заземления. Но, по крайней мере, функция такая есть, и, возможно, она кому-то понадобится. Итак, ну что, будем пробовать включать наше устройство. Можно сказать, что распаковка окончена. Эта вещь интересна реально мне, это никакая не реклама, поэтому мне самому интересно, я думаю, что я этот интерес передаю вам. Нажимаем кнопку включения. Тут все довольно просто. Эргономика максимально проста. Просто, максимально проста. Сразу же, что мы видим здесь на экране. На экране мы с вами видим. Написано input. Input у нас относится к зарядке самой зарядной станции. Только. То есть, когда идет зарядка, у нас здесь появляется цифра в ваттах, сколько он потребляет. То есть, в сети, например, он будет потреблять там 500 ватт или 800 ватт. Ну, там написано, что максимум 500. Он будет потреблять с обычной вашей розетки, которая разведена в домах. То есть, когда включают свет, вы подключаете и быстренько начинаете заряжать. Он вам покажет, сколько вам хуже ватт при этом. Здесь у нас процент заряда. Тоже все просто. И под процентом заряда у нас стоит значение, которого хватит, которого приблизительно хватит зарядной станции вашего заряда. То есть, сейчас стоит 99.9 часов. То есть, это очень много. Это просто идет потребление от этого экрана. Видите, он выключается через какое-то время для того, чтобы зря не тратить энергию. Стандартный заряд у нас при покупке станции 55%. Это считается оптимальным значением 50% заряда аккумулятора для долгого хранения. То есть, если вы храните долго какие-то аккумуляторы свои везде, будь то телефон, планшет, все что угодно. Любые аккумуляторы должны иметь заряд 50% примерно для длительного хранения. Для того, чтобы их подольше сберечь. Также и тут, видите, производитель. А это фирменная вещь. Это брендовая вещь. Здесь за этим очень жестко следят. Дальше у нас идет output. Output у нас означает выходное напряжение. То есть, сколько у нас идет потребление при питании от самой зарядной станции. Сейчас мы с вами перейдем к тестам. Итак, у нас здесь идет USB Type-C 100-ваттный. Вот он. То есть, например, современные айфоны, они имеют от 15-го и выше. И многие уже андроиды, почти все имеют разъем Type-C. То есть, зарядку от Type-C. Вы можете ее прямо сюда вставлять и заряжать свой смартфон. Или планшет. Или некоторые ноутбуки именно такой вставлять. Это обычный USB. Он называется Type-A. Но мы раньше все его называли просто USB-разъем. Он тоже имеет 5 Вольт, 3 А. Их здесь у нас 4 штуки. Кстати, знаете, чего не вижу здесь? Не вижу лампочки. У меня на младшей модели Black E-B3A есть лампочка еще. Можно включать либо кнопкой, либо с телефона. И самое главное, ради чего покупают эти зарядные станции, это обычные стандартные розетки 220 Вольт. На которых у нас сидит множество различных бытовых приборов, без которых мы с вами не можем жить. Итак, для того, чтобы нам включить вот эти вот USB-шки, нам нужно нажать на кнопочку DC. Мы нажимаем на DC. И у нас начинается зарядка, например, нашего мобильного телефона. Вот, допустим, у нас стандартный старенький кабель зарядки от iPhone. До 15-го все использовали именно вот такую вот. Обычная USB-шка с одной стороны, и с другой стороны Lightning. Вот на iPhone старенький. Вот, мы вставляем, идет зарядка. И тут же мы видим в ватах, сколько у нас идет потребление мощности от самой зарядной станции. Насколько она разряжается, и насколько нам этого хватит. Потребляет он очень мало. 1, 2, 3, 4 ватта. Этого у нас хватит на очень долго. Он показывает, что более 100 часов. Ну, то есть, очень много зарядок хватит. Я не знаю, сколько имен. Я думаю, что зарядок, там, не знаю, 25-30 должно хватить для обычного такого-то. Одного iPhone, например. А их можно заряжать сразу 5. То есть, 1, 15-й или какой-то Android и 4 iPhone каких-то постареешься, 14-х и ниже, например. То есть, вот такой принцип работы. Дальше мы уже перейдем... Ну, у меня просто нет особо много гаджетов каких-то. Я работаю либо за ноутбуков, ну, это редко. И в основном работаю над обычным стационарным компьютером, короче. И мне нужна будет розетка. У меня моя старая станция, теперь будет уже новая зарядная станция, подключена в режиме UPS, то есть, бесперебойного питания. Она будет сама по себе включена в розетку через этот шнур. И сквозным подключением вот отсюда вот она будет подключена уже в мой компьютер. Будет подключен компьютер, монитор, колонки, там, и так далее. И когда я работаю, отключается, например, свет в общей сети, да, там, после обстрела. И у меня начинается, он автоматически там, я не помню, сколько-то там миллисекунд, это время переключения. Он во время пропажи сигнала, пропажи электричества в общей сети переключается на свою внутреннюю батарею. И тем самым ваш компьютер, запитанный через эту розетку, продолжает работать. И вы можете либо продолжить работу, часа три, четыре, пять, да, там, сколько вам нужно поработать. Либо просто успеть сохранить данные, если она разряжена сама по себе. Сохранить данные и выключить компьютер, тем самым не потеряв вашу работу. Это очень важно. И сделаем с вами, ну, такой, легкий, недоточный тест. То есть я не буду ставить таймлапс на телефоне и записывать там, на сколько часов, допустим, хватит зарядки на ноутбук, или там, сколько будет работать фен на нем, да, на полном заряде. Я этого делать не буду, я вам просто покажу, работает ли какой-то определенный электрический прибор, который есть у меня в доме. И вы для себя сделаете какие-то выводы. В интернете хватает тестов, в которых дотошно делают эти все тесты и разряжают ее на максимум по какому-то прибору. При помощи какого-то электроприбора. У меня на это времени нет, я вам в общих шерстах это просто покажу. Итак, первым делом, когда у вас настроение вместе с электричеством к сети упало, вы поняли, что произошло отключение экстренное или веерное электричество, вам нужно хотя бы с горя попить чай или корень. Для этого вам понравится электрочайник. У кого из газовой плиты могут долго и минут ждать, пока закипит ваш чайник на электроплите, а кто уже подумал про свое будущее и купил себе какую-то зарядную станцию, например, ГЛАЙТИ, АС-180С, может тут же включить в розетку свой электрочайник. Я не знаю, он может жрет 3 кВт, я не знаю, как он кушает, это старый электрочайник, которому уже лет 9, наверное. Нажимаем кнопочку AC, кнопочка AC включает у нас розетки. DC нам не нужно, мы ее можем выключить. Итак, здесь я налил 0,5 воды, это чуть больше чашечки, и попробуем, включаем. И сразу видим, что у нас огромное потребление, 2000 Ватт, скорее всего он сейчас выключен. Сразу у нас загудел кулер. Но чайник работает, хотя он рассчитан на 1800 Ватт, он выдает эти 2100 Ватт. Чайник, на самом деле, очень прожорный, здесь чайники гораздо более экономичные, чем этот, это не ЭКО, это очень старый чайник. Но блин, ребят, он выдает больше 2000 Ватт. Я смотрел обзоры на эту станцию первой версии, он четко, больше 1800 Ватт он вырубается. Здесь же он работает, я не знаю почему, но это круто. Это заслуживает лайка. Я буду пить кофе, ура. Так, наш чайничек докипает, водичка уже кипит, как слышите. Он сам, по-моему, не отключается уже, этот старичок, мы его выключаем сами. Выключено и потребление, видите, тут же упало. То есть в таком режиме нам бы его хватило всего лишь на полчаса, что тоже прилично. Итак, друзья, следующая вещь, которую мы с вами протестируем, это обычная, небольшая, но очень полезная вещь в любом доме. Это у нас мультиварка. Многие хозяюшки и хозяева пользуются такой вещью. У нас вот такая. Это небольшая мультиварочка. Подключаем. Розетка у нас включена. Мультиварка пропикала, что она работает. Вот у нас стандартный режим. Сколько он у нас есть? Ни сколько он у нас не есть, вообще ни одного ватта. Итак, включаем. Нажимаем старт. Первый режим, каша. 20 минут. Ставим старт. Итак, мультиварка у нас кушает 355 ватт. Ну, конкретно эта мультиварка. И этого нам хватит на почти 2 часа. 1,9 час. Но у нас заряд сейчас 51%. То есть, всего лишь половинка под зарядкой этой зарядной станции. То есть, теоретически, если она будет зарядена на 100%, нам хватит на 4 часа. Чисто мультиварка. Можно навариться на столько, можно себе на 2 дня вперед наварить. Ну, это шутка, понятное дело. Все варят себе на текущую завтрак. В общем, 355 ватт. 50% заряда, она уходит на 1,9 часов. То есть, примерно на 4 приготовления пищи. Потому что стандартное приготовление, это 20-25 минут каша. Ну, я просто кашу на ней готовлю. Я не знаю, что там еще люди на ней готовят. Ну, 30-25 минут, да? То есть, на 3 раза. То есть, завтрак, обед, ужин. 50% заряда конкретно этой станции на мультиварочку хватит. Идем дальше. Значит, у нас на обзоре самый обычный. Один из самых дешевых китайских пылесосов. Включаем. Почти 1000 ватт. На 50% заряда может хватить моего дешевого, не самого экономичного пылесоса почти на час. Идем дальше. Это вещь, которой пользуются все женщины, все девушки. Это обычный электрический фен. Он, в принципе, у меня фирменный. Не дешевый китайский. Ну, не самый дешевый китайский. Поэтому сейчас проверим, насколько может хватить его. Ну, его на сколько там надо обычно женщине? На 15-20 минут максимум. Так, мы в среднем режиме, я так понимаю, да? Я, наверное, не могу послушать, но я, наверное, редко пользуюсь. И то, для того, чтобы просушить какие-то свои электрические схемы, которые я недавно понял. И так, в максимуме он кушал чуть более 1900 ватт. Это с максимальным нагревом и максимальной мощностью потока. И этого у нас хватало. Блин, забыл. Сейчас посмотрю. На 0,4 часа. Ну, то есть, считайте, сколько это в минутах может быть. 0,4 часа. Не знаю. 20. Чуть больше 20 минут. Короче, на 50% заряда. Надо стараться побыстрее просушиться. Но я думаю, что минут на 10, например, просушиться 10. Максимум 15, вам не вполне хватит. Даже если у вас осталось там 20-30% заряда, это заряд не станет. Идем дальше. Итак, друзья. Дальше мы с вами проверим, сколько кушает ноутбук. А здесь удобно показываем, сколько он кушает. Вот что очень приятно. Ноутбук у нас подключен обычной стандартной вилкой, которая идет в розетку. Ноутбук у меня заряжен практически полностью. Сейчас мы с вами откроем Adobe Premiere и попробуем именно на рендеринге, потому что нам нужна какая-то загрузка нам. Потому что в простое, понятное дело, мы много хуже не будем. Ну, вот в простое, допустим, мы подключили. 32 ватта, 31 ватт. Вот сейчас стресс-теста AIDA64 выпущу. И сейчас проверим. Так, мы запустили тест. Да, питание у нас подросло. И у нас сразу стало 115-116 ватт. Это у нас стресс-тест процессора, памяти и кэша. Ну, еще можем включить стресс-тест GPU. GPU и Local Disk. Ну, короче, все. Стресс-тест всего сразу. Блин, как бы так и не вернуть, чтобы он был. Вот у нас AIDA64 открыто. Мы нажимаем старт. У нас потребление сразу повышается до 130 ватт. Этого нам хватит на 4 и 6 часов. То есть, 50% заряда. Если у вас ноутбук, у меня это кора 7, 7-го поколения. Я на нем иногда делаю видосы. Иногда делаю рендеринг, работаю и делаю свои проекты по своей основной работе. Этого вам должно хватить. Сейчас идет 100% загрузка процессора. При 100% загрузке процессора, плюс-минус, вам его хватит при 50% заряда в вашей зарядной станции на 4-7 часов. Ну, округляем, пусть 4 часа. Но этого вполне хватит, чтобы сделать какой-то там, какой-то кусок работы, либо работы, которая вам нужна на компьютере. Это при 100% нагрузке. Я с уверенностью могу сказать, что большинство людей, которые работают за компьютером, они не используют 100% нагрузки постоянно на своем ноутбуке, допустим. Поэтому спокойно можно себе подключить ее и целый день, я уверен, что целый день можно проработать за ноутбуком при помощи этой зарядной станции. Ну, и отдельно подключив сюда еще робот, который тоже там не особо много потребляет. Так, сейчас мы подошли к одной из самых важных электроприборов и самых важных тестов. Это тест холодильника. Это уже жизненно важные предметы, которые, ну, то есть приборы, от которых зависит наша жизнь и выживание. Выживание наших продуктов в морозилке и в холодильнике. Итак, выключаем из цепи наш холодильник. У меня вот такая старая вилка, это старый холодильник Минск. Так, мы подключаем через мой старый переходник, который я сам, Мэйдин, сам клепал. На котором у меня мой холодильник и работает. И вот этой частью мы его подключаем к нашей розеточке. Надеюсь, подойдет. Да, вы сами слышали, включился холодильник, вот его потребление. 324 ватта. Этого хватит на 3,7 часов. Я не знаю, работает ли сейчас хладоэлемент, но судя по звуку работает. Морозилку открываем, подсветка есть, все работает, мороз идет. То есть, я не претендую на какую-то повышенную, повышенное качество этого теста. Потому что, ну, реально надо тестировать на холодильнике, во-первых, современном, которых уже, ну, в основном, у всех жителей Украины, ну, у большинства уже, наверное, более-менее современные. Мой же Минск, это 80-е годы, как я помню. Ну, их уже, ну, как минимум 90-е, там, 2000-е холодильники. То есть, мой холодильник сейчас кушает 320 Ватт. Ну, как бы, очевидно, что он включен. Я думаю, что если хладоэлемент не работал, он бы употреблял, там, ну, 20-30 Ватт. Согласитесь. И этого мне хватит на 3,7 часов, учитывая, что сейчас у нас фактически половина заряда нашей зарядной станции. Ну, сколько нам на холодильнике? Ну, были ситуации, когда отключения были, там, по 12 часов, да, многие украинцы помнили. И в этом случае у нас огромный минус в том, что у нас начинают пропадать продукты в холодильнике. И самое важное, включить хотя бы на часик, на полтора наш холодильник. Хотя бы раз в 6 часов включить на часик, на полтора, для того, чтобы он набрал, остудил, как бы, камеры свои и у нас не портились продукты. Поэтому, вещь шикарная, буду всецело использовать в случае отключения. Отключения, скорее всего, 100% буду. Поэтому, тест считаю завершенным. Не претендую ни на какую, там, истину в последней инстанции. Просто вам для вида показываю, как среднестатистический, старинный, старый холодильник можно подключить к этой зарядной станции, ну, естественно, переделать вилку по-современную, потому что старые вилки не подходят. И тем самым уберечь свои продукты от испорчиваемости, от порчения во время веерных или экстренных отключений электричества Украины. Ну, и также, я думаю, что какой-то маленький холодильник во время кемпинга, вообще, без всяких там сомнений, можно включать и на более длительное время, с ним будет все хорошо, они кушают обычно меньше, они экономичнее. Друзья, следующий тест, это чистое безумие, это уже чисто по фану я делаю, скорее всего, это по-любому работать не будет, но я хочу попробовать запитать вот этот вот нагреватель DeLong'e, обогреватель с маслом, давайте попробуем. Итак, у нас включен, и у нас потребление киловатт всего лишь, тысячу ватт. Этого нам хватит на 0,6 часов обогрева, то есть примерно на 35 минут. Вот он, включен на единичку. Я думаю, что если мы включим на двоечку, наш аппарат выключится. Включаем двоечку, и у нас моментально возрастает энергопотребление почти до 2 киловатт. Но наша зарядная станция не вырубается, это просто невероятно, я не знаю, я был уверен, что нету таких зарядных станций еще, ну, в бюджетном, супербюджетном сегменте, которые могли бы позволить работать вот этому вот масляному радиатору, масляному обогревателю на 2, на 2, на полную мощность. Ну, то есть это безумие. На полную мощность нам хватает, нам бы хватило на 0,3 часа. То есть это примерно там на сколько, на минут 10-12 обогреться. То есть если вы пришли, обмерзшее полностью, обледеневшее, у вас выключено электричество, не знаю, из леса пришли, промокли, промерзли зимой, у вас выключено электричество, у вас нету обогревания печкой, отопление. Отопление выключено, вы можете включить эту зарядную станцию, и хотя бы обогреться, и спастись от обморожения. Ну, это безумная, конечно, такая теория, но такое тоже может быть, согласитесь, в современных реалиях. Ну что, погнали дальше. Обычную дрель с перфорацией бюджетного класса. Она у меня немного грязненькая. Итак, смотрим. Примерно 242 ватта хватило бы на 4,4 часа, но вы сами все видели. То есть дрелью, например, болгаркой можно спокойно работать. Так, друзья, сейчас попробуем бойлер. Можно ли подключить сюда бойлер, нагреватель воды? Вставляем, нажимаем, виси. Итак, бойлер у нас потребляет полтора киловатта, 1500 ватт. Вот, видите, он полностью холодный, и у нас пошел нагрев воды. Итак, у нас хватит на 0,4 часа при чуть меньше, чем половинном заряде нашей зарядной станции. Фирмы Equation. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие есть возможности у приложения Bleddy. Вот оно. У меня оно на айфоне, у вас оно может быть на андроиде или тоже на айфоник у меня. Мы его открываем. И у нас есть, уже, кстати, все переведено на украинский. Все очень удобно, до даты пристрей. Включить блютуз на айфоне. Включаем. Вот, она сразу обнаруживается. Вот, она сразу определяется. И вот с Ириной, но сразу же мы ее добавляем. То есть никаких нету прогулочек. Вот моя старая EB3A. Она тоже есть, если хотите, я на нее тоже сделаю детальный обзор. Напишите в комментарии об этом. Это бюджетная модель. Она стоит всего лишь там, сейчас, по-моему, 12 или 13 тысяч гривен. А до обстрелов весенних 2024 года она стоила вообще 8900 гривен. АЦ-180П, конечно же, моделька подороже. Она стоит, по-моему, 900 долларов. Вот это, которую мы сейчас делаем обзор. Но цены меняются, цены варьируются от обстановки у нас в Украине. Поэтому я вам блочную цену сейчас называть не буду. Вы можете перейти по ссылочке в описании к видео и самим посмотреть. Итак, что мы тут видим? Мы видим, что у нас идет разрядка. Вот у нас показывается, видите? Верхняя это зарядка, я так понял, если подключить ее к зарядке. Сейчас мы, кстати, подключим, посмотрим. У нас стоит изменный струм. Вот он включен. Это наш режим AC, который. Вот, мы можем его, видите, выключать, наверное, отсюда. Да, он выключается у нас прямо из приложения. И пустейный струм это наши USB-шки. Вот эти USB-шки, либо выход 12-вольтовый стандартный прикуриватель. Это у нас называется DC. Мы его можем включить отсюда, из приложения. Вот так. Раз. И включили. Я не знаю, где это нам может понадобиться, но я думаю, что вы, если подключили какие-то свои устройства к ней, но не хотите, допустим, все сразу заряжать, а по отдельности, то вы можете подключить себе, вот, допустим, сейчас включена у меня зарядка гаджетов, телефонов, планшетов, ноутбуков, там и всяких там таких легкопотребляющих приборов. Потом можете это все дело выключить, а здесь у вас, допустим, подключен холодильник, или подключена, это, мультиварка или микроволновка. И вы хотите вот в конкретный момент, лежа у себя на диване, ее включить из телефона, куда вы нажимаете вот здесь, в минный струн, то есть AC на кнопочке. И у вас включаются розетки. У вас начинает работать тот прибор, который включен в розетки. И также можете их оба включить. То есть у вас будет и зарядка гаджетов, и работа какого-то серьезного прибора, который потребляет питание из розетки. Например, кстати, того же Wi-Fi роутера. Был такой вопрос во время отключения, а как же запитать себе интернет во время отключения. Вот, как раз таки через эту розетку. Самый легкий способ. Дальше, что у нас здесь есть еще? Мы можем зайти в настройки. Здесь мы видим посибник користувача. На английском, на французском. Не знаю, зачем оно здесь, но мы можем прям с телефона прочитать из русского. Дальше у нас здесь есть видображение головной сторинки. Что это такое, я не знаю. Режим заряжания. Стандартный, без звуков и турб. Я думаю, что без звука будет заряжаться довольно долго. Это имеется в виду зарядка в зарядной станции из нашей розетки. Либо, не, наверное, скорее всего, это относится только к зарядке с розеткой. Потому что там максимальный ток заряда. Ток заряда от солнечной панели или от прикуривателя автомобиля мы не можем сдавать больше. Он будет там, естественно, гораздо больше, чем при зарядке от общей сети, которая идет с атомных станций. Турбо режим. Это наиболее актуален для украинцев. Или для россияшек всяких, наверное, которые, я не знаю, продаются ли там эти зарядные станции, у которых сейчас включение. Турбо режим заряжает, я не знаю за сколько, но я думаю, что до часа. Заряжает полностью зарядную станцию. Но при этом она не работает тихо. Там включаются кулера. Она потребляет довольно много энергии. Из-за розетки должна быть хорошая проводка у вас в доме. Так что я лично режим турбо не хочу использовать, но в экстренных случаях, если будут сильные отстрелы, будут сильные отключения и будут включать свет на час, на два в сутки, то только с режимом турбо можно будет жить. Пока пусть стоит у меня на стандартном. Это мой код маркет. У нас есть режим ЭКО. Честно говоря, я не знаю, что это значит. Режим ЭКО. Можете писать в комментариях. Я этим режимом не пользуюсь. Сбольшиняя по должности, это наш режим бауэрлифтинг. То есть, это тот случай, когда у нас потребление через розетки, через резин АСИ превышает 1800 Ватт. Ну, как мы видели, здесь то ли современная прошивка стоит, то ли что. Он даже без этого режима у нас при превышении номинала 1800 Ватт потребления не выключался. То есть, по идее, он должен выключиться на 2 кВт и тогда вы включите режим пауэрлифтинга. Ну, он в английской версии приложения, он называется пауэрлифтинг. Здесь он называется сблищенная потребность. По идее, он может тогда выдавать, ну, я не знаю, 2,5 кВт, наверное. Я, честно, не знаю, чем его таким как нагрузить. Чтобы, ну, и опять-таки, я сварку не буду подключать, ребят. Дальше у нас идет автоматический сорт. То есть, это время, через которое выключится зарядная станция для того, чтобы экономить вам заряд, в случае, если она не используется. Дальше есть анновление микропрограммы, это обновление прошивки. Но с этим надо тоже быть осторожным, потому что во время обновления вам могут выключить свет, ваш роутер упадет с вашим интернетом, и в итоге вы получите труб этой зарядной станции, и вам придется ее ввести в сервис. Поэтому, если все работает, если все нормально вас устраивает, я вам не рекомендую обновлять прошивку. Расширение волштования. Это у нас частота струма. Можно 50 или 60 Гц выбрать, это относится к розетке на зарядной станции. Стандартно 50 Гц стоит. Самоадаптация до мережи. Система может нормально заряджаться на этих акционопругов электричной мережи нестабильна, через крепкие напруги и падения обуинченной стабильности. То есть, это актуально к селам Украины, к некоторым, где прыгает напряжение, опасно прыгает. То есть, может превышать 230 Вольт и может опускаться ниже 150 Вольт. При включении этого режима, я не знаю, как это проверить в домашних условиях, наша зарядная станция не будет уходить в защиту, а будет продолжать заряд. И я забыл сказать, у нас здесь это нарисовано на центральной панели, что у нас здесь чистое синуслоево. Это очень важно, насколько я помню, у меня нету котла, у людей, у которых есть котел отопительный, и у них там стоит двигатель, которым нужна чистая синусоида. То есть, я знаю, куда весь этот был ажиотаж, с генераторами, с зарядными станциями, со всякими портативными устройствами, которые переделывали там бесперебойник, и цепляли к ним автомобильные аккумуляторы. И там не было этой чистой синусоиды, и некоторые эти приборы, которые, электрофиборы, которые зависят от чистой синусоида, они у них не работают. Вот, здесь у нас показано, что у нас чистая синусоида, вы спокойно можете его использовать для питания вашего котла в частном доме. Так, мы с вами забыли проверить, мы с вами забыли подключить ее к зарядке от нашей розетки, когда у нас подключений нету. Здесь у нас сейчас должно появиться значение ватт, вот оно, 370 ватт. Для полной зарядки нам нужно 2,9 часов. Я так понял, а вот, оно уже уменьшается это время, видите, раздупляется. Незарядная станция. У нас уже она потребляет киловатт, и она у нас пишет, что нам для зарядки нужно 0,9 часов. То есть, 44% нам нужно еще 0,9 часов, то есть, это 50 минут примерно, для того, чтобы она зарядилась на 100%. Давайте попробуем через приложение включить режим турбо. Где у нас он здесь? Вот, режим заряжания, смотрите, ставим турбо. У нас тут же повышаются ваты потребления, и тут же уменьшается время заряда до 0,7 часов. Вот, вот это режим турбо. То есть, это в том случае, если у вас очень серьезные отключения, и включают свет вам всего лишь там на пару часов, или на час в сутки. Тогда только этот режим. Это имелось в виду режим турбо. Нам нужен режим турбо, для того, чтобы заряжать ее за час до 80%. Итак, друзья, какое я хочу подвести итог. Мне зарядная станция очень сильно понравилась. Она реально стоит своих денег. Да, это не супер бюджетная модель. Это не китайщина с OLX, да, там безымянная какая-то. Хотя, там тоже есть достойные экземпляры, но там очень большая вероятность попадания на подделку и на некачественную вещь, которая долго работать не будет. Это вещь фирменная. Это вещь брендовая. Вы знаете, есть несколько еще других брендов, которые я сейчас не буду называть, но в их все, я думаю, что они все на слуху. Блоэти мне было, мне почему-то стало по душе именно Блоэти. Я почитал очень много отзывов, очень много обзоров на нее посмотрел, и мой выбор пал именно на нее. Я хочу порекомендовать сейчас каждому украинцу, кто живет в Украине, подготовиться все-таки к зиме, потому что никуда нас не отстанет наш северный полоумный сосед, больной на голову. Поэтому обстрелы будут продолжаться, скорее всего, и, скорее всего, будут продолжаться у нас отключения света. Мы через все это, безусловно, пройдем с вами. Безусловно, достойно с этого выйдем. Самое главное, чтобы мы оставались вольной, свободной страной, свободным народом. Без всякой диктатуры и так далее. Поэтому мы через это испытание с вами просто должны пройти, и это даст свои плоды. Но нам нужно подготовиться для этого. То есть, кто еще думает, что покупать? Кто-то думает, может, самим что-нибудь собрать, что-то нахимичить. Я тоже когда-то думал, купить старый бесперебойник с дохлым аккумулятором и переделать его, взять, купить аккумулятор или взять старый от автомобиля и его соединить там определенным образом. Сделать таким образом зарядку, да, там, вывести себе розетку. Ну, это гемор. Это нам нужно немножечко шарить в этом. Немного там с паяльником посидеть, да, тоже, чтобы сделать себе, опять-таки, выходы на USB. Хотя бы один выходный USB, чтобы это было все удобно. Чтобы этим всем не париться, вы просто можете взять и купить вот такую вещь. Купить зарядную станцию, подготовить себя к зиме, к отключениям, подготовиться к тому, что свет будут включать на час-на два. А может и того не будет, мы не знаем. В комплекте, к сожалению, это могу записать сразу в минус, что не идет в комплекте хотя бы какая-то минимальная. Солнечная панель, потому что на некоторых китайчиках она идет в комплекте. Да, оно там все очень маломощное, оно все со всякими там кабелями, которые обламываются через месяц. Но оно там есть, по крайней мере. Здесь же этого нету, но у них есть, у них в магазине есть их фирменные, блеетевские солнечные панели. Также вы можете купить другую, любой другой фирмы солнечную панель, можете китайщину безымянную взять, без разницы. Я вам здесь показывал, что здесь есть кабель, который поддерживает большинство разъемов от солнечных панелей. Вы можете купить, докупить, и я буду себе докупать сюда солнечную панель. Сначала я куплю небольшую, потом буду копить деньги на более массивную панель, которая сможет больше отдавать тока и быстрее ее заряжать, мою вот эту вот зарядную станцию. Однозначно нужно готовиться к зиме и покупать себе зарядные станции. Я выбрал эту. Я вам ее крайне рекомендую. Из минусов я сказал, сюда можно записать шум, но это очень субъективно. Мне он вообще никак не мешает. Я видел обзоры, в которых люди, ну обзорщики вот такие фыркали, говорят, блин, она шумит, типа, да все зарядные станции шумят. Ну вот согласитесь, владельцы других зарядных станций. Ну вы же тоже прекрасно знаете, что они шумят, что у них тоже есть охлаждение и стоят кулера. Ты ее не сделаешь без шума, но это специфика. Там элементы есть, которые греются, очень сильно греются при использовании. Я бы это не записывал. Минус, но это уже субъективная точка зрения. Ну и минус, что нет в комплекте солнечной панели. Но это тоже очень субъективно, потому как тут решающая вещь это цена. Если бы не ложили ее в комплекте, цена этого устройства была бы еще выше. Хотя она и так не бюджетная. Это среднеценовой сегмент. Но такая вещь в семье должна быть. Вот на семью, на дом частный такая вещь должна быть. Та, которая у меня есть в младшей серии, ну она слабенькая, честно. Она слабенькая. Она подходит как UPS, она подходит как запитать роутер, заряжать гаджеты, нереально большое количество гаджетов. На день вам хватит зарядить по одному, по два зарядка. Но включать туда холодильник нельзя, например. Включить туда обогреватель, тем более, невозможно. Как видим, эта станция тянет даже обогреватель. Это просто топ. Это меня поразило, честно. Я когда включал обогреватель, вы можете перемотать назад, там кто еще не видел. Я был уверен, что она отключится. Она не отключилась. Даже на полной мощности моего обогревателя. Я не знаю, если подключить дуйчик, возможно, что он жрет много и она будет отключаться. Хотя я тоже думаю, что она будет работать. Но если включать не сильно жрущий масляный радиатор, масляный обогреватель, либо колорифер какой-то, либо есть инфракрасные обогреватели, которые экономные, то я думаю, что этого устройства вам хватит. В какой-то критической ситуации, когда нужно срочно обогреться, когда вы реально замерзаете дома, то эта станция вам в этом случае поможет. Холодильник без проблем, вы видели, на половине ее заряда писало 3,7 часов. Холодильник. А холодильник достаточно раз в 6 часов хотя бы часик подержать включенный. Этого достаточно будет. Для того, чтобы ваши продукты не испортились. Потом кофемашина. У меня нет кофемашины, но это изображено даже на коробке от этого устройства, что кофемашина спокойно потянет. Я в этом тоже вполне уверен. Всякие бытовые вещи для строительства, чем я сейчас пользуюсь. Дрель, перфоратор, болгарка. Сварку вряд ли он потянет. Но такие легкие всякие вещи. Шлифмашинка, электролобзик. Спокойно можно. Берете ее на улицу и работаете себе. В доме, я же говорю, в повседневной моей жизни это мой компьютер. То есть это моя работа основная. Я привязан к компьютеру, поэтому это устройство при отключениях мне будет служить верой и правдой. 60 месяцев на него гарантию дают. Можете сделать? Нет, не 60, 50. 50 месяцев гарантии дают на этот прибор. Ну, сами понимаете, это качество. Это американское качество. Сверху, как я уже говорил, есть быстрая зарядка. Вот она. Вы просто, если вам лень, вы пришли, уставшие с работы, даже никаких шнуров не надо подключать. Берете ваш телефон, вот так сверху ложите. Нажимаете на кнопочку здесь включения и кнопочку DC. Все. У вас начинает заряжаться ваш смартфон, который поддержит быструю зарядку. Это тоже плюс, несомненно. Эргономика. Несомненный плюс. Здесь всего три кнопки. Здесь все понятно. Здесь разберется любой человек без любой инструкции. Две розетки. Выходы USB Type-A, USB Type-C. Выход на прикуриватель. Три разных способа зарядки этой зарядной станции. Солнечная панель. От автомобильного прикуривателя. От сети 220 вольт. Которые у нас отключают иногда. Пластик. Просто шикарного качества. Премиального качества. Снизу какие-то стоят, видимо, резиночки. Да, вот ножички есть. Из-за которых она просто не сдвигается с места со стола. Она стоит четко, ровно и устойчиво. На ней ерзает. Ну и самый основной плюс. Это то, что она просто вам делает комфортнее вашу жизнь. Спасибо огромное вам за просмотр. Спасибо огромное производителю этих вещей. Этих действительно качественных вещей. Будет радовать меня. Я уверен, что вам обзор поможет сделать ваш выбор. Можете смотреть, у них есть более дешевые модели, есть более дорогие модели. Есть модель даже на 5 кВт у них. Это вообще просто монстр. Ну, естественно, он стоит как монстр. Эта же модель, это средний ценовой диапазон. Ссылочки в описании на их официальный сайт, где вы можете ознакомиться с аксессуарами, ознакомиться с такой, с другой какой-то зарядной станцией их фирмы. Выбрать себе солнечные панели и прочее, прочее, прочее. Ссылочка будет и в описании, и в закрепленном комментарии. Спасибо, что посмотрели, друзья. Если вам обзор был интересен и полезен, поставьте лайк. Всем пока, друзья. Слава Украине. Слава нации. Вперед до перемола. Скорее бы уже пришла победа нашей над Российской Федерацией. И эти вещи использовались бы только для кеппинга.